Всем привет, ребятки, с вами Флэш. Ну что ж, наконец-то был вайп, мы начинаем играть. Сразу хочу проверить, как бьет нас, опа, зажженный наш этот факел. Там же, помните, мы читали, что 10 дамага еще дополнительно обжигающего он дает нам. Ну, вроде да, дамажит. Вроде что-то шипит. А камнем тяжело попасть. Да, неплохо, кстати, дамажит. Тогда заберем еще пару факелков себе. Давай, покойся с миром, чувак. Дамажит неплохо. А, так у него, смотрите, хп как убилось. Сколько я нанес? Удара 3-4? Наверное, да. Так, ну что, еще раз всем привет, ребятки. Как говорится, праздник закончился. Все, пора. Пошутили, посмотрели клипики там туда-сюда. Теперь надо серьезно начинать приступать к игре. Появляюсь я, как всегда, на бережку и пытаемся подняться, закрепиться. Это официальный сервер. Я так понял, что теперь вначале всегда нужно произносить эти фразы, чтобы ко мне глупых комментариев больше не писали. Потому что очень часто мне пишут комментарии, когда... Это, знаете, как красная тряпка для быка. Только человек видит, что я там какой-то рейжу дом, и у него нет билдинг-блока. Все, мне сразу миллион комментариев в ВК, в YouTube. Типа, Флэш, да ты там нубяра, там у него не было шкафа, ставь свой шкаф, рэмув, все, там демолишь, не демолишь, короче, все, ребят. Поэтому я принял решение, чтобы избежать этих глупых комментариев, потому что многие люди просто не понимают, что такое официальный сервер, что такое хардкор. Я играю на одном из официальных серверов. Я никогда не называю его уже с недавнего времени. Это такой легкий челлендж для вас будет. Кто захочет, тот найдет. Я их никогда не называю. Вот, это официальный сервер, на нем нет никаких команд, ни всяких ТП, старткитов, рэмувов и так далее. И про демолишь. Очень невнимательно читают девблоги также, ребятки. Пытались там пару человек мне парировать, типа, да я тебе не говорю, типа, это делать, рэмув, сделать демолишь. Типа, после девблога уже появилась возможность, но они невнимательно читают и не знают, что демолишь работает только в первые 10 минут. Вон уже, чувак, смотрите, бежит в полной экипировке. Причем он как-то странно бежит, даже меня не видит. Ну да ладно. Так, что фундамент гниет. Там вроде как увеличили гниение фундамента. Так, где мы вообще появились? Вообще непонятно. Так, ну что ж, начинаем. Этот факел можно уже выкинуть. Начинаем нашу добычу. Сейчас немножко набью дерево. Так, вначале всегда очень тяжело, потому что ничего у тебя абсолютно нет. У тебя даже нет спальника, чтобы ты где-то мог появиться. Так, где тут? Вот. Вот такие вот штучки очень сейчас полезные. Я ищу сейчас камень, чтобы скрафтить хотя бы элементарный каменный топор. Вот травишка. Очень круто, что не надо гоняться за животными и собирать эту ткань, что всегда можно найти. Вот, смотрите, насколько подзгни... А, тут уже заражено все. Подзгнивший фундамент просто прилично. Очень 39, да? Ну тут да. Тут уже все в лестницах. Там уже ничего нету. Тут вообще фундамент развалился. Так, поначалу я немножко запозднился. Уже, наверное, дня три прошло после вайпа. Естественно, сейчас мне будет еще сложнее в три раза. И мне не получилось начать играть именно в тот момент, когда был вайп. Хотя я надеюсь, что рано или поздно у меня получится поймать это прекрасное состояние, когда у всех только максимум, что есть, это копья и стрелы там. Вот. Опять же, я не успел застать этот момент. Какие-то дома все заражены. Потому что были на то свои причины, но тем не менее немножко тяжело говорить, потому что я стараюсь сейчас вникать в игру, погрузиться в эту атмосферу выживания начального. Потому что немножко сложновато, когда у тебя ничего нет, и стоит тебя сейчас кому-то убить, и все, и тебе придется опять подниматься заново с пляжа и пытаться что-то как-то закрепиться. Так, надо думать. Надо, может, какой-то домик отжать уже зараженный, чтобы лишние ресурсы не тратить, и для начала, так сказать, закрепиться. Так, ну тут фундамент под изумевший дверь. Кстати, вот этот домик бы неплохо было поджать, потому что у него фундамент реально какой-то подубитый. Кстати, оказывается, есть места просто в фундаменте, где ты бьешь, и там получается хп за один удар, одно хп снимается. То есть это надо просто тупо искать какое-то место. А где... О, шестнадцать. Пятнадцать. Вот это место, офигеть. Да ну нафиг, я нашел это место. Вот это крутяк. Так, а камнем подождите? А камнем нифига. Девять. Не-не-не, камнем ничего, да, не получается? Короче, я сейчас крафчу кучу копий, хотя, блин, я тут, наверное, не подлезу. Ну хоть что-то может вывалиться, посмотрим, сейчас попробуем. Так, ну что ж, все-таки да, я нашел это место, я думал, это бак этот пофиксили, блин, там чувак стоит. Там же чувак стоит, смотрите. Да, он добывает что-то, вот козлина. Так, хорошо. Нужно сразу приспосабливаться, у меня есть немножко ткани, нужно однозначно бинтов накрафтить. Не, пятнадцать там много, да? Давайте штук пять сделаем, хотя бы шесть. Так, потому что я не хочу, чтобы меня спалил. Чувак добывает руду, потому что я этот домик все же хочу себе присвоить. Ну, по возможности, может, и не получится. Потому что я там могу не подлезть, но может что-то вывалится, хоть что-то там. Как-то посмотрим сейчас. Еще пока деревца сейчас покрафчу. Короче, эта серия будет для любителей именно выживания с нуля. Как оно что, в начале, как, о, грибок. Вот сейчас вот эти все мелочи, да, казалось бы, когда я раньше бегал и вообще на их, на их внимание, на них внимания не обращал. Все это и в голове постоянно. Грибы какие-то там, что-то там, вот эта ткань. Какие-то вот эти камешки валяющиеся на земле. А сейчас на все просто обращу. Вот камешек уже сдалека вижу. У меня глаз ищет только вот эти камушки и деревяшечки валяющиеся. Потому что сейчас пока долбить руду особо нечего, у меня даже нет. Так, у меня уже этот есть. Можно уже даже этот замутить, да? Сто, а, не, сто камня надо. Немножко не хватает. Так, что там тут, чувак? Я все же хочу... Так, а где этот дом? Наверху, что ли? А, вон. Я все же хочу попробовать. Немножко продолбить этот фундамент. Посмотреть, что будет дальше. Так, чувак, ты собрал руду, надеюсь? Вроде убежал. Не хочется получить спину, просто копье. Удар с копья. Так, что у нас тут? Ну, вот тут вот где-то, да? Эту точку нашел. Блин. 7, 6. Вот она, эта точка. Я, правда, не знаю, сколько у меня копий уйдет. Но за один удар, одно хп, это очень достоинно. Достоинно. Блин, походу, дофига копий уйдет. Так, у меня еще одна в крафте? Нет, не в крафте. Короче, я сейчас буду пытаться. Ну, блин, я не знаю, подлезу. Может, там кто-то спит? Мы посмотрим. Так, просто такой момент нельзя упускать. Когда вот есть такой фундамент, и ты еще нашел точку, где ее можно разбить. Еще полуразбитый фундамент. Еще два копья заказал. Так, 95, 94, 93. Да, вот такая довольно-таки обширная точка. Можно, кстати, сейчас ее поэкспериментировать. Блин, я хотел засечь, сколько за одно копье уходит хп, чтобы хоть примерно рассчитать, сколько мне еще копий понадобится. Просто вдруг тут чувак будет прям возле вот, на этом фундаменте спать возле двери. Вдруг мне получится его облутать. Ну, во всяком случае, нельзя такие случаи. Во всяком случае, такие случаи, блин, что за повторение? Так, ну копьишки быстро довольно-таки разваливаются. Сколько там осталось? 75. Начинал. Ну, короче, где-то 25, что ли, с него, да? Чуть меньше, около 20 хп вроде. Блин, ну дофига копий. Ну да ладно, все равно, что, дерево-то немерено. Надо будет попробовать подолбить. Так, а тут фундамент тоже, кстати, не совсем-то мощный. 200 хп всего. Вот весь фундамент такой подгнивший. Потому что на начальном уровне вот такое домишко будет самое кстати. Если там уже есть хотя бы печка, поможет мне немножко ускориться в развитии. Потому что сейчас бегать, что-то искать, лутать очень опасно, потому что все бегают уже экипированные. Третий день все-таки уже после вайпа. Я немножко не успел. Так, начинает садиться солнце. Я принял решение. Сейчас увидел вот просто руду. А в чате я заметил, что пишут, что сейчас туго с камнями. Поэтому пока есть возможность, пока я хотя бы вижу, потому что какая ночь будет темная, я еще пока не знаю. Хотя бы немножко камня надолбить, чтобы уже дерево добывать каменным топором. А дерево ночью легче добывать, чем каменным, чем вот эту руду. Потому что дерево всегда видно ночью. Так, ну что там камня хватает? Да, уже можно заказать. Ни наш топорик. Вот, чтобы дерево быстрее рубить и, соответственно, копья тоже быстрее делать. Это надо. Так, ну, естественно, чтобы вы понимали, эти серии будут в первых сериях всегда будет намного меньше экшена. Тут будет больше развития, именно начальное выживание. Поэтому, кто его не любит, точнее, смотреть, можете первые там в серии 3-4 точно не смотреть. А что тут будет в основном выживание, именно вот с начала, где нет ничего у меня еще, никакого оружия. Только-только постройка, все такое. Экшен начнется чуть попозже, когда я уже немножко разобьюсь. Очень радует то, что много вот этой травы, конопли. И ткани я уже насобирал, не убивая животных, просто немерено. Надо будет заказать еще сейчас сразу спальник. Где спальничек наш, чтобы, если вдруг меня убьют... Ох, давно я чуть не играл. Я уже забыл, где спальники. Вот он. Вот, надо собирать еще, побегать, пока крафтятся грибочки, потому что у меня калорий не хватает, и животных я еще нигде не видел. Грибы конкретно спасают. Так, вот мы их едим. Уже куча аптечек. Ой, этих бинтов тоже хорошо. Да, грибочки классная штука, кстати. Вообще калории конкретные, хпшечки поднимают. Вот еще один грибочек. Офигенно. Так, ну что, начинает темнеть. Сейчас предстоит мне пережить первую ночь без своего жилища как-то. Надеяться, что меня не сожрут волки или еще кто-то. Довольно странная такая тишина, как бы вроде домов. Ну, конечно, вот этот заражен, но вот этот по-любому целый дом. Ну, и в округе там вдалеке видно много домов, что целое. Но при этом как-то тихо, никто не бегает, хотя сервер практически полный. Тут что у нас с фундаментом? Ну, кстати, блин, можно вообще любой дом так... Не, ну тут трехэтажный дом, там по-любому все на... Да, на третьем этаже стопроцентно. Поэтому нет смысла его долбить. Сейчас реально вот с этой фишкой я вот просто решил проверить. Можно в одиночку, да, даже пускай по 20 хп сносит за один удар копья. 20 хп здоровья. Это получается 10 копий, да? Это на 200 хп. 20 копий на... Ну, почти на полный 25 копий. Но, блин, это дофига все-таки. Но так как 500 хп-вые фундаменты редко встречаются, ну, потому что это только-только построенный. Кстати, вот дом, пожалуйста, да? Тоже вот такой вот из ничего. Ну, там по-любому спит чувак, однозначно. Но 300 хп, блин. Блин, где тот дом? Опять потерял. Так, ребят, ну что ж, подходит к концу уже моя долбежка. В принципе, по 21 хп одно копье снимает. Так, ну что? Момент истины. И что мы там? Блин, там еще одна дверь. Но она открытая. И там видно шкаф. Точнее, не шкаф, а ящик большой. А я тут не пролезу нифига. Вот это бедняк, конечно. Жалко, что больше ничего не развалилось. Не, конечно, можно соседнюю еще вот этот выдолбить, фундамент. Но там домик такой. Вот этот. Ну а толку то, что я его выдолбил? Толку никакого не будет. Эти стены-то, они не рухнут никак. Правильно? Они же будут держаться до сих пор. Блин, и эти тоже нет смысла долбить фундаменты. Где он тут заканчивается? Вот тут вот уж. Вот, то есть такая щелка будет. Вот, блин. Косячок. А так хотелось туда заскочить. Там большой ящик. По-любому что-то там есть. Ребят, принял решение все-таки долбить второй фундамент. Вдруг что-то обвалится. Все-таки мне захотелось зарыдить этот дом. Просто пока долблю, еще вот такое заметил, можно как долбить. Тоже нашел точку просто, где долбить по одному хп. И чтобы следить за обстановкой, во время долбежки нажимаешь альт. Видите, и хп осталось. То есть я попадаю в ту же точку. И плюс уже немножко хоть можно сзади палить. Чтобы к вам нежданчикам хотя бы немножко справа никто не подобрался. То есть вот на альт можно вот так вот отслеживать хотя бы обстановку, которая сзади. Почему я принял решение все-таки продолбить? Потому что вот видите, тут стабильность 100. А тут когда я фундамент выбил, стабильность стала 19 у этой стены. У этой вообще 11. То есть когда я сейчас выбью вот этот фундамент, посмотрю, что получится. Потому что у этой сейчас по сотке стабильность. Но если ничего это не даст, то придется долбить еще какой-нибудь вот из этих фундаментов. Потому что более-менее у них тоже хп не сильно много. И может что-то даст, что хотя бы вот какая-то из этих стена рано или поздно рухнет. Чтоб я уже мог туда зайти спокойно и присвоить себе этот домик. Понятное дело, что можно сейчас самому насобирать ресурсы и построить. Но мне кажется всегда приятнее кого-то зарейдить. Это вообще пускай даже не так эффективно на данном этапе. Но это всегда приятно. Так, ребят, я тут пока крафчу бегал. Тут два типа каких-то подбежали. Они меня еще не спалили. Я просто тут осматривал территорию, пока копья крафтятся. Но они с железными топорами вдвоем тупо добывают дерево. Вот что-то начали долбить. Кажется, они рейдят другой дом, который я хотел. Еще один нашел домик. А возможно нет. А, вон они. Блин, они одетые полностью. Жесть. И они подбегают через к тому дому, который я хотел зарейдить. Но вряд ли они будут долбить его. А они даже мимо него пробежали. А, вон чувак попытался залезть. Да-да-да-да. Видит, что фундамента нет. Попытались залезть, но... Надеюсь, у них с собой сейчас ничего нет. Чтобы... Блин, ну зачем я так прыгнул? Палево такое. Вон они сейчас трутся возле моего дома. И начали долбить все-таки. Блин, неужели сейчас... Мою добычу я столько времени потратил? Чтобы продолбить этот дом. Два чувака в одежде. Подолбил немножко киркой, но походу терпения не хватило. Да, вон они смотрят, пытаются там что-то достать. Вот он присел, видите. А второй куда делся? Что, не прошли что ли? Как они могли пройти? Что-то один сидит. Неужели второй прошел? Что, читеры что ли сквозь? А, нет, они вдвоем. Не видно просто было. Они вдвоем сидели. Блин, палево, конечно, такое. Ходят, смотрят. Вот, блин, а! Прибежали! Откуда только я сказал, что тихо, слишком подозрительно. И сейчас мою добычу заберут. Ребят, бросьте этот дом. Зачем вам нужна такая халупа непонятная? Кстати, они сейчас могут за меня проделать работу. Тот фундамент, который я хотел продолбить, если он ничего не даст, то они тогда отступят. А я тогда третий фундамент продолблю. Точно. Сейчас посмотрим. Пускай долбит. Там прилично еще оставалось. Один, видите, прикрывает. По сторонам смотрит. Другой долбит. Ладно, подождем. Так, ребят, дождь начинается. Я уже, наверное, минут пять сижу. Они до сих пор долбят тут единственный фундамент. Видать, не нашли точку. Или не знают о существовании точки, в которой за один удар одно хп снимается. Потому что один до сих пор, вон, видите, я специально так чуть-чуть выглядываю. До сих пор долбит кирка или там чем, непонятно, далека. Но явно не копьем. Потому что кирке вроде тяжело попасть в эту точку самую. Но пускай долбят, пускай. Ребят, все-таки они продолбили и выпали те две стены, которые я и хотел, чтобы выпали. Блин, вот козлы. Они сейчас только что произвели выстрел. Походу, там был чувак, спал. И они сейчас все заберут. Ну, придется уже довольствоваться тем, что есть. Ой, чуть-чуть я не успел. У меня там оставалось. Там 150 хп у этого фундамента. И я бы сам бы его залутал, этот дом. Да. Немножко не повезло. Откуда они взялись? Непонятно. Ну, посмотрим хоть, что там останется. Понятное дело, они все самоценно заберут сейчас. Ну, там однозначно лежал чувак, потому что был выстрел. Они его просто прихлопнули. Даже не использовали кирку или там. Не пожалели пули. Сейчас все облутают и убегут. Да, обидно, обидно. Будем ждать момента их выхода. Куда они будут возвращаться тем же путем, откуда пришли, на меня. То есть, блин, ты смотри, чуть-чуть мне не повезло. Не успел, точнее, буквально, блин, чуть побыстрее бы. Я просто ночь ждал. Ночью я не долбил. Надо было отойти немножко. Ночь заодно переждал. И как раз вот этого времени мне не хватило. Что-то довольно-таки долго они лутают. Как-то странно. Очень странновато. Как, ну что, чуваки, выбегайте. Или они уже убежали, я не могу понять. Вроде никто не выбегал. Да, 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 вот они, вот они, вон один вышел. Смотрит, напалило. И побежали влево, 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 прячься. Да, да, на камень, на камень запрыгивает. Осматривается. Скорее всего, с болтом, поэтому я сильно не высовываюсь. Потому что, может, в любом... Вот они вдвоем, да, все, вдвоем выпрыгнули. Облутали все там. Блин, а... Вот негодяи. Что-то они долго на камне стоят. Как бы они меня не спалили там. На меня побежали. Ой, надо еще мисс. Так, ребятки, ну что, вот он этот дом. Сейчас зайдем, посмотрим, что бы я мог найти в нем. Так, под... А, они его застроили. Они авторизовали шкафу и застроили. Вообще ничего никому не досталось. Да, на бедняк ничего не скажешь. Ну ладно. Так, ну что, на этом первую серию закончил. Вот такое вот сложное выживание. Видите, получилось, почти получилось у меня зарейдить. Но сейчас уже смысла нет фундамент этот бить. Потому что там они по-любому все забрали, раз застроили. Поэтому, как говорится, увидимся в следующей серии, ребят. Первая серия однозначно тяжелая. Никакого экшена, ничего нету. Потому что всегда так в начале. Но этим игра мне и нравится. Поэтому скоро начнем нагибать. Надо немножко развиться. Ну а так, увидимся в следующей серии. С вами был Flash. Ставьте лайки, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok.